Придомовая территория дома номер 23 усыпана гнилой листвой и сухими ветками. Их жильцы вынуждены были обрезать самостоятельно, ведь никто из УК этого не делал многие месяцы. Управляющая компания ЖЭК недавно предупредила жильцов, что дворники их двор не обслуживают, а потому пользоваться мусорокамерами нельзя. Людям предложили выбрасывать отходы в контейнеры, которые выставили у дороги. Дворники пропали месяца полтора назад, если говорить только о дворниках. А вообще управляющая компания, она только на бумаге. Вот честно сказать, работы вообще люди, мы вообще жители вот этой 106 квартир, мы не видим работы управляющей компании. Пришли, грязь развели по подъезду и все. Больше никто ничего не делает. Сколько бы мы ни обращались, заявки подавали, отремонтировать, козырьки, подъезды побелить. Любовь Негрецкул живет в этом доме 18 лет. Женщина вспоминает, что сначала дом был в ведении управляющей компании ООО «Севжилсервис». Спустя некоторое время люди узнали, что УК у них сменилось. Нас никто не спрашивая, «Севжилсервис» обанкротился. Часто они показывали и в передачах, и на площадь Нахимова, и все, там справиться что-то с ними никто не мог. И тут мы уже узнаем, что у нас компания называется ООО «ЖЭК». Никто нас не спросил, собрания у нас никакого не было, никто их не выбирал. Ну, как их никто не выбирал, так они ничего и не делают. Женщина писала множество обращений во все городские структуры, в том числе в департамент городского хозяйства и госжилнадзор. Однако это не принесло никакого результата, говорит Любовь Негрецкул. Люди возмущены тем, что их двор не убирают, несмотря на то, что жильцы исправно оплачивают услуги УК. Постоянно нужно толкать, постоянно нужно звонить. Ну, что мы здесь, там нанялись к ним работниками, лично названивать. Я каждый месяц плачу средства, и немалые. И хочу, чтобы пришел человек, мастер, посмотрел, что у нас не так. У нас листья с прошлого года лежат, их никто не убирал. Жильцы продолжат обращаться в департамент городского хозяйства с просьбами и заявлениями урегулировать работу УК ЖЭК. Редакция телеканала НТС также направит информационные запросы в профильные структуры правительства и в управляющую компанию ЖЭК, чтобы выяснить, почему придомовую территорию не чистят дворники и почему жалобы жильцов игнорируют.